привет всем с вами Виталина и сегодня на канале у нас небольшой творческий блог как вы уже заметили я немножко пропала давно не снимала ничего не было у меня времени возможности как бы снимать и так как со временем туговато и также у меня были вязальные проекты я раскрасила за январь очень мало работ я думала 4 работы но сейчас посмотрела оказалось 5 работ 5 работ я раскрасила получается и я думаю что не имеет смысла отдельное видео делать за месяц и я вот снимаю сегодня такой вот небольшой творческий блог болталку я покажу свои работы которые есть также расскажу чем я занималась еще покажу ну кто меня смотрит тот знает что я вязала у меня в этом месяце вязальные проекты были и также хочу показать на чем я сейчас работаю по раскраскам ну в общем много такой болтавни будет кому не интересно всякая болталочка то творческая такая то тогда переключайтесь ну давайте начнем я сейчас покажу эти вот пять моих раскрашенных работ за январь у меня получилось одна распечатка и три работы по номерам и одна работа в раскраске магические слов ну в общем такого вот у меня не продуктивный получился январь относительно раскрасок ну что есть в общем я в словах я раскрасила как кто знает это раскраска которую я хочу закончить но пока что у меня даже до половины мне еще нужно раскрасить две работы да две работы еще раскрасить и уже будет половина книги закончена но пока что еще рано об этом думать я покажу работу которую я сделала на марафон Ольги Рани это была уже вторая работа первую работу я показывала в работах за декабрь хотя я раскрашивала в декабре но вернее я в январе ее уже раскрашивала но я показывала в работах за декабрь вот такая вот сушка у меня получилась вообще я когда почему-то мне захотелось именно ее как вы знаете тема марафона спят усталые я вот решила думаю заодно я пополню раскраску и в то же время сделано марафон работу вообще у меня в этой книжке очень много было спящих слов но я практически все раскрасила и вот у меня кроме этой наверное осталась одна по-моему здесь одна еще спящая сова осталась и больше наверное нет сейчас не буду я листать долго не важно ну в общем такая вот сушка я ее раскрашивала карандашами лами вообще я как было я разозлилась думаю на саму себя думаю почему я так медленно раскрашиваю вот на такую работу у меня тоже бы если бы я раскрашивала как я обычно делаю у меня бы тоже ушло куча времени и поэтому я решила думаю раскрашивать побыстрее ведь эта картинка она ну совсем простая такая за что с ней заворачиваться но я раскрасила особо без всяких теней эту сопку раскрасила карандашами лами как я уже сказал эти листики металлическими карандашами раскрасила фон сделала акварельными размываемыми мелками от фирмы марабу тоже так не знаю мне конечно не очень нравится получилось не особо то аккуратно но пойдет ладно в целом и добавила еще сюда серебристую гелевую ручку ну в принципе так смотрится ничего потому что я с гармонировала фон вот на фоне этот розовый цвет и на сове на самой как бы она сочетается и не выглядит так ужасно как если бы я например только голубой фон какой-то сделала ну в общем принципе такая работа я за один вечер сделала для меня вообще просто рекорд вот одна работа вторая у меня была распечатка но это конечно мне кажется за работа месяца мне она очень нравится вот такая вот распечатка это из цифровой версии раскраски фейрис вот как же называется это джейд сам окажется издательство и вот это там в этой раскраске всякие феи в основном но есть парочка романтичных картинок вот одна из них последнее время мне прям хочется такие вот раскрашивать до этого я спрашивала на марафон тоже картинку вот кстати на марафон ольги ранее вторая картинка это тоже было романтично там спящий парень и девушка фея с ним я ее уже показывала в работах за декабрь ну эта картинка мне очень нравится я ее выставила на инстаграм но там к сожалению не передается так вот такие насыщенные вот именно цвета как вот на самом деле на камеру наверное тоже это не передаться но вот в самом деле когда смотришь прям такие гармоничные сочетания переходы цветов в общем мне нравится очень я три дня я раскрашивала на фоне здесь у меня акварель от фирмы луч кстати об этом тоже я расскажу у меня есть некоторые пополнения подарочки акварель это значит от фирмы луч здесь потом я дорабатывала немножко карандашами а вот люди парочка это полностью сделано все карандашами лами тоже и трава это подложка акварели луч и доработка карандашами лира рембрандт и также лами тоже последнее время я очень часто раскрашиваю этими карандашами просто пристрастилась к ним но лиру тоже не бросаю в общем такая была работа бумага очень хорошая карандаши ложатся превосходно в общем я просто получила нереальное наслаждение когда я раскрашивала и еще три работы у меня в раскраске по номерам от фабер костель две вот такие вот простенькие одна совсем простенькая такая девочка вторая вот вот этот львенок или это львица я не знаю может и то и другое подросший львенок подросток или львица но в общем я немножко перепутала цвета зеленые вот эти вот этот темный должен быть внизу а вот этот вот такой поярче должен быть вот сверху но пусть как получилось в принципе тоже неплохо и третья работа здесь мне особенно нравится это такая золотая рыбка вот такая вот рыбка получилась очень красивая такая яркая вот у меня тут разворотик уже заполнен я тоже стараюсь как можно больше разворотами здесь заполнять выглядит потом красиво мне надо еще будет доделать вот здесь вот дополнительно чтобы разворот был и в общем в этой книжке мне кажется мне осталось до половины две работы как в соловх до половины осталось мне две работы и уже вот у меня будут две раскраски раскрашены наполовину ну хотя одна по номерам ну ладно ну это были все раскрашенные работы за январь я не знаю если у меня в феврале наберется и я буду снимать за февраль может быть я их еще раз покажу как бы за январь и за февраль есть раскрашены может быть и нет но в общем я еще не решила будет такое у меня пока что ну предварительно я еще не решила но посмотрим давайте теперь я хотела показать что я сейчас раскрашиваю раскрашиваю я мифоморфии как я уже в прошлом видео говорила мне что-то на мифоморфию потянуло и я решила раскрасить вот такую медузу горкону вдохновившись марафоном тренди раскрас от Даяны Джей кому интересно в инстаграме есть вся информация это раскрашиваем в тренде по-моему в течение месяца каждую неделю что какое-то новое задание но я как бы не участвовала в этом марафоне я просто вдохновилась и взяла вот эту картинку потому что она была задействована в марафоне вот я начала эту медузу раскрашивать мне нравится как она ходит мне нравится как получилось у меня лицо лицо я раскрашивала полихромосами вообще я сейчас раскрашиваю кожу человека полностью всегда полихромосами потому что им легче всего можно много наслаивать думаю что я буду устраивать танцы с бутами с какими-то дешевыми карандашами тяжело это все раскрашивать тем более я не хочу сказать что мне легко дается раскрашивать кожу поэтому я раскрашиваю полихромосами мне так намного легче ну и лирами тоже иногда вот здесь вот я раскрасила лицо и мне понравилось я ей сделала глаза так как вы знаете у кого ну она у всех есть эта раскраска здесь были пустые глазницы я сделала ей глаза и мне кажется у нее получилось такое выражение лица как будто она не злая какая-то а вот как будто ей тяжело очень ее мучает очень то что она такая вот вынуждена нести такое бремя ведь она мне кажется превращает людей в камень кажется так же по мифу в общем ей не хочется быть злой какой-то там но она вынуждена это делать кстати вот мне кажется я взгляд как бы такой страдаческий мученический мученический какой-то получился ну в принципе вот такая вот идея змеи я раскрашиваю карандашами лами получается ярко на фоне у меня полихромосы ну конечно эти змеи меня честно сказать уже немножко замучили не знаю когда я ее закончу может сегодня немножко еще пораскрашиваю посмотрим но в принципе пока мне нравится результат что выходит посмотрим что дальше будет еще я вот обернула раскраску пленку так как она у меня уже как бы потертая было немного спасибо Натали 75 то есть Наташа с канала Натали 75 и то что она показывала как оборачивать книги в самоклеящуюся пленку потому что когда я купила я первый раз оборачивала вот эту вот раскраску магические совы у меня получилось до того неаккуратно ужасно я как бы брала цельно вот это вот у меня вот это все обернуто цельной отрезанной цельной пленкой но так оборачивать это просто ужасно сложно Наташа показывала она разрезала по частям и вот я точно так же теперь стала разрезать вот получается у меня здесь три отрезка пленки вот до сюда потом я делала сзади а потом уже корешок оборачивала да мне конечно это оборачивание достается с трудом пока что и не так аккуратно как у Наташи получается но намного намного облегче чем я в первый раз делала и в общем раскраска теперь обернута так все прям приятно ее трогать и она не истрепится потом я еще обернула свою старую раскраску мое фантастическое путешествие тоже она у меня уже была изрядно потерта уже дальше некуда было иначе я совсем ее затру потому что часто раскрашиваю вот ее я тоже обернула вот что касается порядка моих раскрасках что еще хотела рассказать хотела еще я рассказать о том что у меня в январе был день рождения и я получила из России небольшие подарочки акварель медовую луч от фирмы луч получила как я уже говорила мне хотелось ее эту акварельку вот я ее уже попользовалась ну кстати мне прислали две упаковки эту наверное я считаю эту я еще не трогала я другую начинала вот я раскрашивала ею эту картинку с парнем из феи понравилась мне акварелька она обладает прозрачностью быстро высыхает может кому-то кажется недостаточно яркая но мне так как я перебарщиваюсь с фонами когда я раскрашиваю фон у меня они слишком яркие получаются то для меня это в самый раз хорошая акварелька и еще гуашь прислали мне от фирмы луч но еще я ее не тестировала она вот из таких вот домов получается не знаю как сказать блоков соединенных между собой тюбиков всего получается 12 цветов и из них два один серебряный и один золотистый кстати это тоже мне очень кстати потому что я люблю раскрашивать серебристыми и золотистыми цветами различными акрилом гуашью и думаю мне пригодится но пока я еще ее не пробовала у меня есть уже гуашь от фирмы луч но она как бы и художественная она мне тоже нравится я ее привозила уже несколько лет назад давно еще но она еще хорошо работает не высохла она конечно подсыхает но я периодически ее разбавляю водой размешиваю и все нормально и еще мне прислали очень симпатичные такие называется арт блокнот сейчас я принесу я забыла их взять вот такие вот блокнотики мне еще прислали в посылке вообще я в восторге просто от них один природа другой котики и вот здесь как бы очень на каждом листе акварельные какие-то иллюстрации просто потрясающей красоты также здесь цитаты великих людей приведены можно читать бесконечно думать мечтать о чем-то применять эти цитаты в повседневной жизни вот мне нравится такую читаешь и думаешь как же она подходит например в данной ситуации посмотрите какие потрясающие океан и здесь также есть вот линии для того чтобы можно было что-то писать какие-то свои мысли третийさん escreвают но хотя мне кажется здесь я не буду ничего зарисовать и только писать потому что здесь уже самодостаточные крутые рисунки их можно бесконечно рассматривать может быть можно конечно свое что-то там добавить но мне кажется это чисто если графично что-нибудь капиллярно-черная ручка включить но здесь например вообще я вообще ничего не добавляла нужно еще что-то дорисовывать очень великолепно акварельная тоже зарисовка такая природа потрясающие блокнотики я просто в восторге второе котики здесь очень много нарисовано разных кисок на таких вот нежных тоже акварельных фонах и также приведены цитаты различных великих людей вот такая картинка мышки спят, киска прикольно так вообще потрясающие котики я обожаю кошек поэтому мне это тоже очень нравится вот в различном стиле иллюстрации но тут не сказано ни художник, ни ничего такого но возможно здесь что-то написано в конце хотя я не вижу насчет иллюстратора но не важно это блокнотики чистым для души такие вот вести дневнички вот это были мои подарочки такие вот и еще хотела что вам показать хотела показать по вязанию я же закончила носки которые я говорила буду вязать нашему одному родственнику вот готовы такие вот носочки получились теплые, мягкие я прям довольна и нитки мне понравились то есть это нитки секционного окрашивания я не добавляла здесь ни дополнительных цветов но ничего такого они вот изначально таки идут секционно окрашены и рисунок такой получается сам по себе как будто вот жаккард кто вяжет тот знает но самому его вязать довольно таки сложно и время требует а это просто сидишь вяжешь оно получается само по себе как по волшебству и еще я прям в этом месяце я разошлась конечно конкретно по вязанию но хочу сразу сказать я не собираюсь забрасывать раскрашивание раскрашивать я по-любому буду но просто очень хочется вязать а вот я закупилась нитками такие огромные клубки вот такой вот купила такой вот цвет какой-то салатовый зеленой гаммы короче и она как это акрил ну как махер вот сделан и еще купила такой вот цвет тоже акрил тоже огромный клубок такой вот цвета пыльной розы тоже мне нравится цвет я уже у меня есть проекты в голове какие я свяжу но пока я не начинала мне нужно еще может связать шарфик а потом уже посмотрим посмотрим дальше как дело пойдет в общем в принципе на этом наверное буду заканчивать такой небольшой творческий влог получился болталка я думала еще ответить на вопросы тега вот опять же Наташа с канала Натали 75 она как-то записывала видео тег по раскрашиванию для взрослых и я думаю что я думала вот сейчас тоже по тегу ответить немножко пораскрашивать вот эту свою медузу но я думаю это уже будет слишком и так получилась такая всякая смесь я и картинки показала и показала свои подарки и о планах немножко рассказала о творческих и поэтому если я сейчас еще начну на вопросы тега отвечать то это вообще уже будет конечно перебор и как-нибудь в другой раз если будет время и желание возможности я хотела бы ответить на эти вопросы в принципе мне кажется это хорошо так устраивает такие теги потому что ну больше узнаешь о человеке именно о том как он ну о его хобби именно поподробнее как он раскрашивает что предпочитал в принципе это мне кажется очень даже неплохо так и для расслабления кому-то послушать посмотреть неплохо бы было ну на этом наверное все уже точно надеюсь вам было интересно и я очень надеюсь что в этом месяце я пораскрашиваю еще побольше на феврале и тогда покажу вам запишу видео о своих работах и возможно еще что-нибудь интересненькое вам расскажу ну ладно всего хорошего всем творческого настроения вдохновения и до связи пока и до сих пор